Эй, ребята, всем привет! Я бабушка Шо-Шо, и сегодня я покажу вам новую игру, которая называется Скакалка! Эй, ну-ка не толкайте меня! Называется игра Скакалка, но скакалки в этой игре нет. Вы знаете, что есть такой предмет, скакалка, но вот в этой игре его нет. А есть кое-что другое. Есть машины. Вот видите, внизу написано, садись в машину и попробуй врезаться в прыгунов. А прыгуны, вон те цели, видите, в желтеньком прямоугольничке. Еду потихоньку, еду, еду, еду и врезалась в угол. Осталось всего 28 секунд, а у меня ничего не получается, кроме как кувыркаться в машине. Ой, я думала, что у меня получилось, но нет, я никого не задела, потому что когда мы кого-то задеваем, мы об этом узнаем из надписи. Ура, день, день, пока я тут кувыркалась на машине, день. О, ребята, смотрите, я кого-то вырубила. У меня получилось. И раунд заканчивается. Я пока тут полежу, отдохну. И у нас остался последний прыгун, которого никто не смог сбить. И это значит, что прыгуны победили. А команда водителей проиграла. И, друзья, второй раунд. И я теперь прыгун. Прыгуны выглядят вот так. Со стороны машины прыгуны выглядели просто как цель. А со стороны прыгунов мы все вполне себе нормальные игроки. Почему все разбежались куда-то по бокам? Непонятно. Прыгунам игра дает вот такую задачу. Уклоняйся от всего, но не падай. Ой, тут что, еще и упасть можно? Смотрите, летят всякие светяшки, кругляшки. Но пока что они меня не задевают. Может быть, они вообще не задевают? Может быть, они вообще не опасны? А опасны только машины? Хе-хе. Но я так медленно двигаюсь. Ля-ля-ля, я ничего не боюсь. Я прыгун, но я не прыгаю, потому что я не боюсь. Ля-ля-ля. А-а-а. Ха-ха-ха. Вот так вот, ребята, прыгать оказывается надо. Потому что вот эти вот блоки могут вас... Эх, как разозлили меня эти блоки. Могут вас выкинуть из игры. И теперь я не прыгун. А оставшееся время я прихожу в команду водителей. И начинаю на своей машине пытаться попасть в цель. Смотрите, там еще много ребят. Это значит, что я должна в кому-то попасть. Эй, недолет. Вот. А-а-а. Кружусь, верчусь. А-а-а. Я бы эту игру назвала не скакалка, а головокружилка. Никак у меня не получается. Смотрите, все машины... А-а-а. Все, друзья. А-а-а. Участники-водители выбили всех прыгунов. Ура, водители победили. Ничего себе. Но теперь у меня задача вот такая. Я хочу в команде прыгунов, ну, хотя бы раз победить. А-а-а. Ребята, ну как же так? Как же так? Так, на самом старте меня выбили еще и волосы от Адрая. Но я не привыкла сдаваться, поэтому я еще раз начала играть в эту игру. И теперь я уж точно постараюсь продержаться две минуты. Смотрите, я теперь, как и те хитрые ребята, держусь с краешку. Мне кажется, что тут безопаснее. Проверим эту тактику. И если она сработает, то ребята, которые захотят поиграть в скакалку, уже будут знать, где прыгать. Я прыгун, я прыгун. И-и-и, прыгаю. А-а-а. О-о-о. Ребята, я думала, что меня сейчас красный шар собьет. Потом машина. Каким-то чудом я осталась. Еще долго, еще долго. Так, это я перепрыгнула. Машины летят, машины летят. Перепрыгиваем. Так, что там у нас? Белая машина. Белая, белая летит в другую сторону. Можно не прыгать. Теперь это огонечки. Ай, машина, машина. Фух, ребята, это не просто. В общем, это игра на внимательность и на реакцию. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Если у вас все в порядке с реакцией, то вы продержитесь дольше. А я продержалась всего лишь одну минуту. Теперь я водитель, а у нас остался всего один прыгун. Это значит, что все машины сейчас будут целиться в него. Ему не позавидуешь. Так, интересно. А без машины можно вниз? Ура, я буду бегать. Нет, ребята, не получается. Меня вернули обратно. Говорят, усадись в машину. Без машины туда нельзя. Ладно. Итак, поворотик. И поехали. Съезд, конечно, тут ужасный. Ты не едешь. Ты летишь на этой машине. Ой, ребята, закрутила меня. Ой, опять закрутила меня. Фух. У меня уже голова кружится. Крутилка, крутилка. Я как будто в миксере каком-то. И смотрите, один, один прыгун держится. И он, кстати, тоже все время сбоку. Ребята, я его вырубила. Ха-ха-ха. Представляете? Ура. Я победила. И еще одна моя попытка одержать победу в роли прыгуна. Пока что у меня ни разу это не получилось. Так, я иду в бачок, в бачок. Очень медленно. Я как будто космонавт. Вот сразу можно определить, кто играет не в первый раз. Вот кто стоит с краю, тот точно уже набрался какого-то опыта в этой игре. Смотрите, летит, все летит. А-а-а. Я была уверена, что меня вышибет этот квадрат. Но почему-то я осталась. Я, конечно, очень этому рада. А-а-а. Смотрите, еще раз. А может быть, желтые не опасные. Смотрите, и машина как будто бы меня задела. Но я стою. Я что, заколдованная? Что со мной случилось? Так, так, смотрите. Смотрите, ничего меня не берет. Это что, такое волшебное место тут? Ой-ой-ой. Так, 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 вот летит что-то. А-а-а, я отошла. Так, 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 прыгать, прыгать. Конечно, надо тут прыгать, потому что эта игра называется скакалка. Кто назвал так эту игру? Тут нет никакой скакалки. Ну, назвали бы ее прыгалки. Потому что мы тут только прыгаем. Никакой скакалки в помине нет. Ну, хотя, знаете, я бы очень с удовольствием поиграла бы в игру скакалка вместе со скакалкой. Вот такой вот парадокс. Эй, ребята, которые умеют делать игры, сделайте игру скакалка. Только настоящую скакалку. Было бы здорово. Представляете, двое крутят. И все, там, не знаю, человек 10-15 прыгают через скакалку. Кто задел, тот вылетел. Мне кажется, может получиться отличная игра. Напишите в комментариях, кто из вас играл в настоящей, в реальной жизни в игру скакалка. Не когда вы прыгаете сам через скакалку, а когда один человек держит один край скакалки, другой край скакалки держит другой человек, и в середине прыгают остальные ребята. Так, друзья, я держусь, я не могу поверить, но я держусь. Пока я тут болтаю и отвлекаюсь, на самом деле я очень внимательно смотрю на все вот эти штуки, которые летят сверху. Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Ааа, машина. Я думала зеленая меня задела, но нет. Ой, белая была. Рядом. Смотрите, просто какой-то, я не знаю, машинопад. Все-все-все просто летят сверху. Я что, одна осталась? Ааа, прыгуны победили. Ура, ура, ребята. Я выполнила свою миссию, и в качестве прыгуна я победила. Очень жаль, конечно, что за победу прыгунами не дают никаких медалек, не дают никаких баллов. Это было бы очень хорошо. Ооо. Вот за победу водителей, ну, я бы, наверное, не давала баллы. А вот за победу прыгунов, потому что победить прыгунам гораздо сложнее. Ааа, опять волосы оторвали. Но не будем переживать, потому что это был уже следующий раунд, в который, в общем-то, я и не собиралась уже играть. Ха-ха-ха. Одной победы мне было достаточно. Ребята, если вдруг вы захотите проверить свою внимательность, свою скорость, свою реакцию, то поиграйте в эту игру. Ссылку на нее найдете в описании под видео. И еще, если вы не знали до этого видео про эту игру, то обязательно поставьте лайк. Я хочу увидеть, сколько человек впервые узнало об этой игре от меня. Бабушки Шушо, ну-ка, ну-ка, не давите меня. Эй, я тут стою, разговариваю, а меня выкидывают. Я же не прыгун сейчас. И, ребята, напишите в комментариях какие-нибудь новые классные игры. А я обязательно в них поиграю. И, конечно, подпишитесь на мой канал. Подпишитесь, подпишитесь, подпишитесь. Я уже не знаю, как вас спросить, потому что до сих пор большинство ребят смотрят без подписки. Почему? Ой, подписывайтесь.